Путешествие окончено, поезд прибывает на вокзал. Юных победителей на перроне встречают родные. Для Вали Разгоняевой это уже вторые соревнования. Девочка получила призовые места в состязаниях по плаванию и футболу. Но самое важное ее достижение случилось 4 года назад, когда удалось побороть рак. Это была самая главная победа в нашей жизни. Поэтому мы очень рады, что достигли таких высот. Очень влияет на детей. Они смотрят это совсем с другой точки зрения, потому что им кажется, что это настоящие олимпийские игры. То, что они могут поучаствовать, то, что болезнь совсем отступила и больше ее нет в нашей жизни. На спортивные соревнования детей, победивших онкологию, участники из Самарской области ездят уже 5 лет. На этот раз в Москве за звание лучших поборолись 8 человек. Их соперниками стали около 500 ребят из Германии, Румынии, Венгрии и в общей сложности из 16 стран мира. Шахматы, стрельба, настольный теннис – всего 6 дисциплин. Юные самарцы участвовали в каждой. Я участвовала в футболе, еще я участвовала в беге, еще я участвовала в стрельбе. Нагрузки были сложные, но я справилась. Я так познакомилась со многими новыми моими друзьями, то, что испытала вот это спортивное настроение, спортивные всякие эмоции. И, конечно, всякие развлечения на досуге, там, всякий мастер-класс, мне тоже все очень понравилось. Общение – это очень много, значит, это праздник для детей. И вот это вот подтолкнуть ребенка дальше, показать, что он может. И даже если кто-то и не выиграл в этих играх, да, но у него появился стимул. Я знаю, что он будет заниматься, он будет добиваться, и это еще и выздоровление будет. В этом году самарские победители планируют выпустить фотоальбом своих спортивных достижений. Возможно, соревнования для детей, поборовших онкологию, станут проводить и на региональном уровне. Алина Чемерис, Мария Калачева, Артем Сулайманов. События.